Всем привет! Это канал про клинопись и акадский язык, и это видео открывает серию уроков, в которых мы будем учиться читать на акадском языке. Чтобы читать на этом языке, нам нужно знать звуки акадского языка, которые мы рассмотрим в этом уроке, правила деления на слоги и правила постановки ударения. И, конечно, это видео не кликбейтное, потому что учиться мы будем читать, естественно, не саму клинопись, а ее латинскую транскрипцию, которую для удобства используют исследователи. Давайте начнем. Гласные. Гласных всего в акадском языке 4. А, Э, И, У. Они бывают краткими и записываются так, либо долгими. И в акадском при этом есть не просто долгие, а аж два вида долгих звуков. Первое это с черточкой или с макроном, а второй вид долгих звуков с крышечкой или с циркумфлексом, ой, или с циркумфлексом. Различаются, различаются и долгие звуки происхождениям, и пока нам не нужны. Но мы помним, что это просто разные звуки. Произносятся при этом долгие, и долгие, и краткие гласные произносятся одинаково, потому что в русском просто-напросто нет этой категории. Но для акадского долгота очень важна, потому что, смотрите, есть слово мутун, с краткой У переводится оно как муж, как супруг. А вот если у нас будет долгое У с черточками, переводится это как смерть. Так что заставляется думать. Теперь согласные акадского языка. Это не все согласные, а только те, которые произносятся так же, как и в русском. То есть звуки здесь и фонем соответственно отечественные. Давайте по ним пробежимся. Б, Д, Г, К, Л, М, Н, Б, Р, С, Ш, Т, Е, З. Это действительно Ш, а это Е. Только разные исследователи по-разному его записывают. Но в акадском есть звуки согласные, свойственные именно ему, особенные, и которые мы рассмотрим отдельно. Первый особенный, согласный для нас в акадском, это W, который записывается, как и в английском, буквой W, и который по-английскому всем и знаком. Но все-таки пример мы приведем. Слово уардун, переводится оно как раб. Да, в акадском много таких интересных слов, на базовом уровне. Далее. Следующий, особенный согласный, это H с другой под ним. Произносится он как овулярный H. Что это значит? Что мы произносим H глубже, мы его сдвигаем еще назад, и получается отхаркивающий звук. Такой звук есть в немецком, вот в такой позиции. АХ. И, кстати, в испанском вот буква Heta, вот эта вот, в некоторых позициях тоже имеет вот эту отхаркивающую историю. Но, кстати, если вы не готовите на такие жертвы ради Акадского, то пожалейте себя, потому что наши исследователи, например, Липин в своем справочнике, очерки, говорит, что он произносился, в принципе, примерно как наш русский H. Вот. А историю про овулярный предлагает Джон Хюнегард в своей грамматике Акадского языка, которую, кстати, я с английского перевожу и в Telegram заливаю. Советую вам с этим ознакомиться. Вот. Далее. А, почему далее? Давайте посмотрим на пример. Пример слова начинается на эту букву, и звучит оно как ХУРАТШУМ. Что же это за буква с точечкой? Сейчас мы об этом узнаем. Потому что следующая группа согласных, особенных и свойственных именно Акадскому языку и всем семейским языкам, называются они эмфатические согласные. Давайте их запишем. Это КЮ, С с точечкой, которую мы уже видели, и Т с точечками. Сразу. Как они читаются? Потому что это самое главное. К, С, да, вот именно русское С. И Т читается как Т. Зачем что-то они нужны? Что в них особенного? Как я уже сказал, это особая группа согласных семейских языках, и, как правило, они произносятся с особенным напряжением, но в каждом языке своя отдельная история. Но главное, что в наших языках европейских, как правило, у нас идут звонкий согласный и глухой согласный, и они идут такими дублетами. Г, К, З, С, Д, Т. А в семейских языках они идут тройками, потому что есть звонкий, глухой и эмфатический звук. Звук Г, К, И, К, З, С, И, С, И, Д, Т, И, Т. С точкой. Если интересно, в языках Южной Аравии они произносятся с гортанной смычкой, то есть у нас просто К добавляется она. Мы сейчас о ней далее поговорим. В арабском совершенно своя история. Я не возьмусь их произносить. Легче их замонтажировать. Далее. И следующий, и последний согласный в акадском. Это Олев. Назван он в честь соответствующего звука в иврите. Пишется он как... Вот так. Также его часто пишут как кавычку, для удобства. Вот. И обозначает он ту самую гортанную смычку. Для тех, кто не в курсе, когда мы произносим О-Оу, вот два О разделяет как раз-таки эта самая гортанная смычка. Попробуйте сами произносить, и вы ее почувствуете. Хотя, учитывая, насколько уже завирусился и отвирусился мем про Бо-А-О-О-А, все уже о ней знают. Что о нем нужно знать, так это то, что его игнорируют в современных словарях акадского. То есть, если у нас слово начинается на Олев, и, например, дальше идет А, ну и все остальное слово, то ищем мы в словаре в разделе А. То есть, слова начинающиеся на букву А, несмотря на то, что на самом деле начинается он на Олев. И пример слова с Олевом, а вообще же с двумя, это ШИТААЛЬ. ШИТААЛЬ. Который, который переводится как Допросить. Это прям императив, надо рукой стукнуть по столу и говорить ШИТААЛЬ. Вот. Это все с особенными согласными. Давайте теперь глянем, как выглядит акадский алфавит. Вот так выглядит наш алфавит. И, как видите, Олев в него не включается, так же, как и в словарях. На этом все. И нам остается пройти правила деления на слуги и правила постановки ударения. Чем мы и займемся в следующих видео. Всем спасибо. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...